Всем привет! С вами Ваня и вы смотрите продолжение хорошего гайда по моду Билдкрафт. Правда, сейчас речь пойдет не о самом Билдкрафте, а о моде для Билдкрафта под названием Zeldas Additional Pipes или добавочные трубы Зелда, если перевести это на русский язык. Сразу скажу, что текущая версия мода 3.1, она крашится с текущей новейшей версией Forge и со всеми версиями Forge на протяжении, наверное, трех или четырех месяцев. Соответственно, если вы хотите играть со свежим Forge, я рекомендую использовать версию мода 3.0. Она ничем не отличается от версии 3.1, ну разве что в 3.1 интерфейсы покрасивее и, собственно, все. Ну что же, давайте посмотрим, что это за добавочные трубы. Действительно, мод добавляет трубы. И самая клевая и замечательная труба это Item Teleport Pipe. Телепортационная труба для предметов. Давайте на нее посмотрим. Это труба. Мы подсоединим обсидиановую. Это труба. Если на нее правой кнопкой мышки ткнуться, у нее есть интерфейс. Вот это вот полоска для выставления частоты. Вот, собственно, вот это вот номер частоты, на которой будет работать труба. Давайте установим частоту в единицу. И переключатель. Может ли труба принимать предметы? True – истинно. False – ложь. Давайте вот эта труба, так как мы собираемся в нее запихивать предметы, будет не мочь принимать предметы. Соответственно, Can Receive установлен в False. А вот здесь вот установим вторую телепортационную трубу. Какую-нибудь вот повыше, чтобы было видно. Установим ее тоже на частоту 1. Тут же значение Connected Pipe стало единицей. Connected Pipe – это сколько еще труб на этой частоте видит вот эта телепортационная труба. И установим Can Receive в истину, в True. Теперь эти две трубы работают на одной частоте. Соответственно, все предметы, которые я запихиваю в эту, будут вылезать из этой. Соответственно, могу это прекрасно продемонстрировать. И вот они все пошли вот в этот сундук. Если я установлю какую-нибудь другую частоту, например, частоту 2, Connected Pipe станет нулем. То есть эта труба не подключена на частоте 2 ни к чему. И все предметы, которые я сюда закидываю, она просто выплюнет обратно, потому что ей некуда их телепортировать. Но если я установлю еще одну телепортационную трубу, например, вот сюда вот, и дам ей частоту 2 и разрешу ей принимать предметы. Она тут же сказала, что она видит одну трубу. Все предметы из этой трубы пойдут вон туда. Ну что же, прекрасная труба. Она может телепортировать предметы на очень большие расстояния, на любые расстояния. То есть даже если вы находитесь в 10 тысячах блоках от трубы, куда вы отправляете предметы, они прекрасно дойдут, но только в том случае, если та область, где находится второй конец трубы, загружена в память вашей игры, или загружена в память сервера, если вы играете на сервере. В каком случае это происходит? Это в однопользовательской игре происходит в том случае, если игрок после того, как запустил игру, или открыл тот мир, в котором он собирается играть, посетил ту область, в которой находится телепортационная труба. В однопользовательской игре, до тех пор, пока вы не закрыли мир, карта не выгружается из памяти. То есть достаточно один раз увидеть, и все. Она загружена. На сервере же это немножко не так. Когда игрок не видит, ну не видит, когда игрок находится дальше, чем в 9 чанках от какой-то области, эта область выгружается из памяти. Для того, чтобы экономить ресурсы сервера. Что нам предлагает Одиджинал Пайпс, в случае, если мы хотим, чтобы наши телепортационные трубы работали, даже в том случае, если на них никто не смотрит. Для этого он нам предлагает следующую штуку. Нам нужно железо и ляпис. Ляпис, со всех сторон окруженный железом, дает нам штуку под названием Телепорт Тезер. Хранитель телепорта. Если его установить на землю, это вот такой блок, ничем не примечательный, он очень легко разбивается. И если нажать клавишу F9, то вокруг него появляются вот такие лучики, которые показывают, какие чанки будут загружены в память. То есть, если у вас рядом с телепортационной трубой стоит такой Телепорт Тезер, это значит, что даже если вы ушли очень далеко, разлогинились, закрыли свой мир в синглплеерной игре и открыли его потом обратно, вот те чанки будут загружены в память и будут продолжать работать. Точно так же на этой территории будут продолжать работать все машины, будут происходить все процессы, деревья продолжат расти, животные продолжат размножаться. Это в однопользовательской игре. На сервере все происходит немножко по-другому. Телепорт Тезер делает следующую вещь. Если чанки были выгружены, и в них стоял Телепорт Тезер, а потом залогинился игрок и увидел эту область, эта область будет загружена в память до тех пор, пока игрок, который ее увидел, не выйдет из мира, не разлагинится с сервера. Как только он разлагинится, то все чанки, которые были им загружены, будут выгружены из памяти. Ну, вот такая вот экономия ресурсов сервера. Ну что же, давайте посмотрим на Телепортационные трубы еще. Конечно же, у Телепортационных труб есть их водопроводная версия, Телепортационная труба с замазкой. И давайте сделаем две, потому что нам нужно два конца. В один мы заливаем, из другого выливаем. И здесь мы установим второе хранилище нашей нефти. Ну, например, где-нибудь здесь. И установим Телепортационную трубу. Она, как вы видите, не подключается к цистерне, она подключается только к другим трубам. Соответственно, нам нужно сначала поставить кусок трубы, а потом уже ставить Телепортационную трубу. На частоте 1 Receive True. То есть все, что мы будем отправлять в частоту 1, вся жидкость будет скапливаться в этой цистерне. И самое интересное, то, что Телепортационная частота для жидкостей не совпадает с Телепортационной частотой для предметов. Соответственно, ЧА1 для предметов это совсем не та же ЧА1, что ЧА1 для жидкостей. Ну и где-то у меня здесь была нефть. И вот рядышком со стеной я нашел небольшое месторождение нефти. Тут ее совсем чуть-чуть. Но хватит для того, чтобы продемонстрировать возможности телепортационной трубы. У меня есть помпа. Несколько моторчиков. Я думаю, трех будет достаточно. И выключатель для того, чтобы помпа заработала. Соответственно, точно так же, как цистерня, к самой помпе труба не подключается. Подключать ее нужно к другой трубе. И установим ее на частоту 1. И вернемся к нашей цистерне. А нет, мы не вернемся к нашей цистерне. Мы установим здесь еще телепорт тезер. Для того, чтобы вот эта штука... Ух ты! Этот глюк меня преследует. Для того, чтобы вот эта штука не выгрузилась из памяти сервера. То есть, на самом деле, чтобы эта штука загрузилась в следующий раз, когда я войду в игру. Ну, собственно, я подлетаю к моей цистерне. Вот она нефть. Сейчас там моторчики еще раз качнут. И нефть прекрасно течет. Соответственно, если я поставлю еще одну цистерну с телепортационной трубой, ну, например, где-нибудь вот здесь вот. Так, чтобы трубы не соединялись. И скажу, что эта труба тоже работает на частоте 1 и принимает нефть. Такая конструкция, как вы видите, нефть начала разделяться. Но сюда течет половина ведра, и сюда тоже течет половина ведра. Такая конструкция, на самом деле, очень похожа на соединение труб. Вот таким образом. Как-то вот так вот. Только единственное отличие, что вот в эту трубу жидкость втекать не может. Поэтому, когда она втекает с этого конца вот в это соединение, она может равномерно распределяться либо сюда, либо сюда. Ну, соответственно, мы отправляем ведро сюда и ведро сюда. То же самое с соединением труб для передачи предметов. Оно выглядит прям вот как вот такой вот крестик. Единственное, что назад предметы двигаться не могут. Они могут двигаться только в те трубы, которые помечены у нас как Receive True. Соответственно, могут принимать предметы. Ну и, соответственно, точно так же, как для водопроводной версии, у нас есть версия для... Вот она. У нас есть версия для передачи энергии. Соответственно, делающиеся из редстона и телепортационной трубы. Давайте установим телепортационную трубу для энергии. Нет. Тут мало, и я хочу, чтобы перегонялась нефть. А здесь у меня уже стоит. Ну, поставим еще одну. Заново. Телепортационная труба для энергии. На частоте опять же 1. Ну, давайте 2 на всякие. Не на всякие пожарные, а для разнообразия. Эта труба, как вы видите, не принимает энергию, потому что за ней ничего нету. Лучик в нее не идет. И вот здесь у меня стоит карьер. Допустим, что он стоит очень далеко, и мне очень лень устанавливать вокруг него моторы. Я могу просто поставить трубу, телепортационную трубу для энергии. На второй частоте. Can receive true. И этот карьер сейчас заработает. Потому что вот у этой трубы. На частоте 2. О, она ее видела. Да, к трубе немножко глючит. Теперь лучик сюда идет, энергия передается. Мы видим, что карьер заработал. И начал выплевывать предметы наверх. Соответственно, чтобы он этого не делал, установим сюда трубу и телепортационную трубу на частоте 1. Для того, чтобы он все отправлял в наш тот сундук. Все. А эта труба видит первую трубу. И все предметы передаются сюда. Прекрасно. Вот такие телепортационные трубы. И, кстати, да, конечно же, около того карьера желательно поставить телепорт Тезер для того, чтобы этот карьер продолжал работать, если вы вдруг вышли из мира и зашли в него обратно в какой-то другой точке. Если вы далеко и не видите этот карьер вблизи от себя в девяти чанках. Ну что же, давайте посмотрим, какие трубы у нас есть еще. Еще есть труба, делающаяся как железная, но только с кусочком редстона. И называется она Distribution Transport Pipe. То есть, распределительная транспортная труба. Давайте посмотрим, что это такое. Это труба. Ну, если мы к ней подсоединим выходы. Она имеет расцветку выходов так же, как и алмазная труба. Ну и, соответственно, вход подсоединим. Опять же, обсидиановую. А на выходы подсоединим сундуки. У нее тоже есть довольно сложный интерфейс, так же как у алмазной, распределенный по цветам ее выходов. Но только в отличие от предметов у нее числа. Давайте скажем, что в зеленый вход мы не отправляем предметов вообще. Ноль. В голубой вход отправляем два предмета. В синий отправляем три. Ну и в желтый оставим один. И начнем потихонечку кидать сюда. Ну, сундуки в сундуки неинтересно. А вот алмазные шестеренки, наверное, будет забавно. Один, два ушло туда. Один пошел... Раз, два, три ушло вот в этот сундук. И один ушел в желтый вход. И ситуация повторяется. Соответственно, таким образом вы этой трубе можете сказать пропорцию. Сколько предметов отправлять в какой вход. Это нужно для того, чтобы равномерно или неравномерно распределять, ну, например, топливо в какой-нибудь энергетической станции. И самое интересное, что если вы будете кидать сюда стеки предметов, стеки предметов считаются точно так же, как один предмет. Соответственно, это трубание делает различия между одним предметом в стеке и полным стеком. Соответственно, она кинет три стека сюда. Если в следующем пришел одиночный предмет, она кинет его сюда. И так далее. То есть, вам нужно либо кидать все время одинаковое количество предметов в стеках, чтобы равномерно распределить, либо разбивать стеки на единичные предметы. Давайте посмотрим на еще одну трубу, делающуюся как деревянную, но с кусочком редстона. Это Advanced Wooden Pipe. Продвинутая деревянная труба. В принципе, у нее такие же функции, как у обыкновенной деревянной трубы. Она достает предметы из инвентаря, из сундука. И, соответственно, я сейчас установлю редстонный двигатель. Включу его. И все предметы, которые я буду складывать сюда, труба будет доставать. Аккуратненько по очереди. То есть, сейчас достанет две земли, потом достанет, будет долго доставать вот эти сундуки. Но этого не происходит. Почему? Потому что у нее есть интерфейс. В интерфейсе я могу сказать, какие именно предметы я хочу доставать из этого сундука. Например, я хочу указать ей, что я хочу доставать только Golden Conductive. Ну, золотые пневматические трубы. Соответственно, труба будет доставать золотые пневматические трубы. Ну, или если я скажу, что я хочу еще и золотые сундуки. Она будет доставать их в том порядке, в котором они лежат в этом сундуке. Соответственно, сначала достанет все сундуки, потом достанет все проводящие трубы. Также тут есть кнопочка. В данный момент на ней написано This Items Are Required. Эти предметы требуются. На нее можно нажаться, и она будет называться This Items Are Excluded. Эти предметы доставаться не будут. Соответственно, в таком случае труба будет доставать все, кроме золотых сундуков и золотых проводящих труб. Ну, это такая труба для, не знаю, для работы с печкой. Например, чтобы из печки или из какой-то машины, которая не знает о том, что существует верхняя или нижняя сторона, не доставать, например, горючее. Или если у вас есть что-то, потребляющее воду в ведрах, вы можете сказать такой трубой, что доставать из этой машины только пустые ведра. Соответственно, ведра с водой, если машина не потратила это ведро еще, а оно у нее лежит и ждет, пока оно будет потрачено, ведра с водой такая труба доставать не будет. Давайте посмотрим на еще интересные трубы. Их достаточно много. У нас осталась Advanced Insertion Pipe, делающаяся как каменная труба с кусочком редстона. Давайте рассмотрим вот эту вот конструкцию, при помощи которой я хранил добычу из карьеров в трех сундуках. Как работает такая штука? Такая штука работает примерно следующим образом. Половина всего того, что сюда приходит, попадает вот в этот сундук. А половина идет вот дальше вот по этой трубе. И в тот момент, когда я это делал, чтобы нам не мешалось, вот этой трубы не было, поэтому я ее беру. Так вот, половина предметов попадает вот в эту трубу, из которой половина суда, то есть всего четверть, и половина суда. То есть вот эти сундуки получают по четверти предметов. Вот. Замечательно. Давайте я заменю вот эту трубу. Трубой Advanced Insertion. Что она делает? Если она находится рядом с каким-то устройством, которое может хранить предметы, ну, в данном случае это сундук, но это могут быть и машины, и печки, и все что угодно. Так вот, если она проходит рядом с каким-то предметом, в который можно класть предметы, и по ней проходит что-нибудь, она пытается сначала этот предмет положить в хранилище, и только если в нем нет места, отправить дальше. То есть таким образом у нас получится, что сначала заполнится, все предметы будут идти в этот сундук, пока он не заполнится. Ну, например, я возьму немножко предметов для того, чтобы симулировать ситуацию, что он сейчас скоро заполнится. После этого эта труба будет отправлять все предметы сюда. То есть этот сундук не начнет наполняться до тех пор, пока в этом сундуке еще есть место. Ну, давайте, собственно, это я и продемонстрирую. Взять. Давайте я кину сюда стеки, опять же, шестеренки. Шестеренки попали в сундук. Песок. Песок попал в сундук. Почему он так медленно едет? Забавно. А вот мрамор уже сюда не попадает, потому что места под мрамор здесь нет. Ну и, соответственно, если я возьму себе песка... ...и начну кидать песок, то песок попадет у нас в этот сундук, потому что под песок здесь место есть. Ну, то есть сундук может принять песок. Но если я кину сразу стек, то вы видите, весь песок, который мог попасть сюда, сюда попал. Остаток песка уехал вот в этот сундук. Ну и, соответственно, если вот этот сундук переполнится, или я, опять же, сделаю как-то вот так вот... Ну, полностью забью его одиночным кабалстоном, и здесь будет место только под кабул. Все, что не кабул, будет уезжать вот в этот сундук, а кабул будет храниться здесь. Таким образом вы можете сделать простейшую сортировочную машину. Вот такая полезная Insertion Pipe. Так, мы посмотрели на Wooden Advanced Insertion, и у нас осталась последняя Redstone труба. Это труба... Ну, давайте отключим вот этот сундук, и подключим ее, например, вот к этой самой Redstone трубе, вот сюда вот, для того, чтобы было видно. Эта труба испускает Redstone сигнал. Каждый раз, когда по ней проходит предмет. Ну, и для того, чтобы это продемонстрировать, давайте я, опять же, поставлю лампу и покидаю сундуки в эту трубу. То есть функциональность у этой трубы точно такая же, как, например, у вот такого логического элемента, когда ему говорят о этом Traversing. Соответственно, вот это полный аналог вот этой вот трубы. Но единственное, что она делается по другому рецепту, и это отдельная труба без вот такой штуки. И на нее можно поставить вот такие логические элементы. Они же сенсоры, они же гейты. И, например, если что-то испускает Redstone сигнал, а забавно, он не может определить, что эта труба умеет испускать Redstone сигнал. Ну, ладно. И, соответственно, так же, как и у телепортационной трубы, у этой трубы есть ее... А, где она? Красная труба. Есть водопроводная... Версия. Соответственно, водопроводная версия испускает Redstone сигнал в том случае, если в трубе есть жидкость. Давайте поставим ее вот сюда. Соответственно, мы видим, что Redstone сигнал она испускает. Если бензин в этой трубе кончится, ну, например, у нас кончится вся эта нефть, то Redstone сигнал пропадет. Таким образом, мы можем, например, держать вот эти моторы включенными только в том случае, если у нас есть что перегонять. Ну, что же, мы посмотрели все трубы, которые предлагает нам мод Adicional Pipes. Как я уже говорил, это версия мода 3.0. 3.1 немножко глючная и немножко сбойная. Ну, кстати, как вы заметили, и 3.0 тоже немножко глючная. Но 3.0 вроде как бы работает. Так что оставайтесь с нами. Расскажу о новых версиях мода Zelda Adicional Pipes, как только они не выйдут. Но там есть одна небольшая проблема. Версия 3.1 была в декабре предыдущего года и с тех пор ничего не менялось. Так что... Или же я расскажу вам о каких-нибудь заменах телепортационных труб. К сожалению, это единственный мод, который сейчас предоставляет нам телепортационные трубы, которые все очень любят. И они действительно крутые. Ладно, с вами был Ваня. Счастья, радости, пока.